всем привет с вами юля вы находитесь на канале вышивки крестом сегодня я хочу снять видео о всех моих вышитых и не оформленных работах хочу начать с самой масштабной вышивки по своим размерам по объему работы по зашивки данную вышивку я вышивала уже очень очень давно одна из первых и вот так взялась и преодолела такой большой объем сейчас если честно я бы хотела вышить еще от риолис бегущих лошадей но вот наверное бы не решилась а может быть и решилась не знаю но любом случае это набор фирмы риолис называется попутный ветер размер работы 60 на 40 сантиметров вышивка шерстью вышивается здесь крестом в две ниточки по моему полукрест есть и что то есть вышивается в одну ниточку если я не ошибаюсь но я уже точно не помню я смотрю на вышивку не могу точно вспомнить но точно я знаю крест и полукрест есть но также бэкстич присутствует как я сказала вышивается легко просто работа объемная зашить вот такой весь объем нужно время и помню я вышивала долго кропотливо я тогда только училась вышивать а здесь такая большая работа и шерсть и старалась выкладывать мои крестики и пробовала и парковку разные техники ну в принципе я справилась перед вами моя работа вот так она выглядит желание мое исполнилось поэтому вышивка у меня конечно связано еще с очень приятными воспоминаниями о том что я загадала для себя большое желание и она мне исполнилось этому очень очень рада здесь у нас что по дизайну здесь у нас такой кораблик который идет на раскрытых парусах называется дизайн попутный ветер и ветер действительно помогает ходу этого корабля прекрасная погода солнышко мы видим морскую гладь в общем все все сопутствует все условия сопутствует этому кораблю ему хорошему плаванию и вот здесь у нас человек у штурвальчика вот он стоит ведет свой корабль замечательный дизайн и он хорошо работает на примету сработал у меня и я знаю очень многие вышивают этот дизайн на примету и он работает всем рекомендую действительно и вышивается легко и вот такая красота получается также здесь есть бэкстич он не простой потому что здесь нужно вышивать прямые линии вышивать бэкстич им прямые линии всегда сложно я вышивала здесь в технике выкладной нити а также наслоением у меня есть видео где-то старенькие я знаю что их часто пересматривают я вижу в плейлистах что эта работа пользуется спросом даже и сейчас находит мои старые старые видео и пересматривают об отшиве данной работы об экстичей ну и какие-то другие нюансы я могу всем рекомендовать этот дизайн вышивается легко и он очень-очень хорошо работает на примету данная вышивка у меня не оформленная потому что сама работа большая ну и по сюжету мне нигде ее разместить то есть нужно будет создать для нее отдельное какое-то место либо еще вышить какие-то работы которые будут сочетаться ну на данный момент мне некуда ее повесить может быть когда-то у меня появится дом побольше и я смогу оформить и организовать там такой уголочек на морскую тему с красивыми кораблями еще с какими-то дизайнами пока она не оформлена и лежит в рулончике но в любом случае она свою миссию так сказать выполнила я получила удовольствие и желание моё эта работа исполнила следующая работа это вышивка шерстью наборчик оригинальный набор фирмы сделать своими руками вышивала в 2019 году в 2019 году я его завершила на самом деле начала я его вышивать еще давно либо в семнадцатом либо в шестнадцатом году я уже не помню но из-за ниточек работа была отложена и 2019 году я уже взяла себя в руки и собралась силами и завершила мне такой часто бывает когда работа долго залеживается я потом вот прям мобилизую все свои силы и завершаю эту вышивку помогает это качество моё все-таки завершаться работа и работа здесь у меня выполнена обрезана не полностью высоту работа должна была быть 90 95 сантиметров вышивали стойки и часовой механизм вот эти вот цепочки с гельками перетяжными но так как я подумала что мне некуда будет вешать такую большую работу на целый метр такой дизайн сложный я решила обрезать и не вышивать вот эти стойки на самом деле можно было бы обрезать еще больше но я решила оставить чуть-чуть и уже при оформлении думать и варьировать с этими стойками я думаю что при оформлении можно еще больше убрать чтобы не оставлять прям совсем такие большие стойки вот так оформить и данная работа прекрасно может сочетаться с другими дизайнами на тему домики вот так она я думаю может оформиться и найти свое местечко больше шансов в любом случае есть оформить именно вот эту только часть что хочу сказать по дизайну дизайн сам очень интересные но сложность состоит в том что здесь нитки не очень хорошего качества не такого качества как уриолис они перетирались они утончались приходилось брать ниточку покороче вот здесь когда я только начинала вышивать вот в этом месте видно что как бы есть просветы это те места где ниточка становилась более тоненькой я боялась что мне не хватит ниток потому что я вырезала и подбирала вот именно какие-то такие кусочки и вот эти все сложности тормозили процесс отшива но как я и сказала я все-таки на каком-то этапе собралась силами и решила завершить эту работу что у меня и получилось в целом смотрится очень красиво гармонично мне все нравится еще одна сложность это бэкстич вышивать бэкстич шерстью сложно выкладывать ниточку а здесь есть такие ажурные элементы фонарики вот в двери много каких-то таких вот сложных переплетений все это конечно тормозило тоже процесс и настроение продолжать вышивать ну в любом случае вот видите получилось бэкстич на крышах вышивался очень очень легко и мне нравится как хорошо смотрится именно вот на флажках вот здесь здесь красиво получилось мне нравится так он здесь смотрится работа интересная и мне захотелось ее украсить еще двумя шармиками он нашла у себя в запасах вот такой замочек вот здесь это ключик ну так вот в общем такая вот у меня получилась работка я думаю что когда нибудь когда я буду оформлять ну наверное работой составлять какие-то композиции тема домики тема цветочки она тоже оформится и вместе разместиться потому что дизайн такой вот интересный сюда бы хорошую деревянную раму широкую и будет красота работа этого года финиш очень долгожданный потому что тоже начала эту работу в 2017 году у меня там были старты на стартовала много всего ну и понятно что часть работ зависли работа непростая потому что здесь очень много тоже бэкстича напомню что это дизайн фирмы анкор этот дизайн был напечатан в журнале вышивая крестиком в каком-то там году нашла схему в интернете сохранила размечталась вышить в 2017 году сделала первый старт ну а в этом году все-таки завершила и и знаете вот такие старты они все-таки помогают вышиваться работам потому что когда есть какое-то начало уже думаешь об этой работе и не хочется ее забрасывать все-таки берется на в работу и как-то потихоньку вышивается как говорится во всем есть свои плюсы и минусы вышивалась работа очень интересно но не просто потому что здесь много цветов каждый дизайн вышивается как отдельная картинка и у анкора всегда очень много бэкстича такого сложного цветного какие-то элементы вышивали слегка какие-то конечно не пришлось вот прям знаете так сконцентрироваться и поработать но дизайн очень интересный я его очень очень люблю надеюсь когда-нибудь оформлю и работа здесь большая здесь у меня отрез основы стандартный 50 на 70 ну и работа получилась наверное 40 на 60 я уже не буду мерить но я прикидываю по основе потому что вот у меня такой кусок еще остался можно будет отрезать нужно будет даже отрезать и что-то здесь маленькая на вышивать вот ну по отрезу я ориентирую где-то здесь 60 на 40 сантиметров получилось этот свайгард кашель соответствует 14 каунту сама основа мне не очень понравилась потому что она мягкая и на ней конечно сложно вышивать такие дизайны с обилием бэксича и сменой нити нужно что-то поплотнее ну я справилась сам цвет мне очень нравится особенно вот знаете лошадка центральная так классно смотрится и выделяется на этой основе очень все хорошо получилось несмотря на маленький дискомфорт при отшиве при отшиве этой работы ну такие здесь и дизайны посмотрите лошадка с мамой вот такой здесь человек с тяжеловес наверное это лошадка очень интересно и сложно вышивался вот этот дизайн здесь много бэкстича две лошадки конюшни вот они ну такая наверно старушка уже отдыхает вот этот маленький сюжет меня просто добил уже в конце работы потому что здесь много цветного бэкстича такого сложного я ну это было конечно испытание мне приходилось что-то переделать по-своему как-то вышивать особенно в лошадке потому что там такого намудрили такого намудрили на таком маленьком сюжете и все это вышли было невозможно просто невозможно ну я думаю что я справилась дизайн еще чем примечательный это цемплер то что здесь есть центральный элемент вот такая красивая лошадка потом четыре такие сюжета достаточно тоже крупные и четыре маленьких график графических как будто нарисованы карандашом и все это очень красиво гармонично здесь расположена ой классный классный дизайн его бы оформить все хочется оформить куда вешать девочки я бы все оформила все бы завесила ну и так уже мы стараемся размещать но все все весь все стены же не завесишь вышивками а хотелось бы конечно все видеть все свои работы ну может быть когда-нибудь у меня будет своя комната и будет у меня музейная система я буду их там вешать размещается меняйте как-то играться со своими вышивками вот такая работа у меня появилась в этом году я очень рада что ее завершила и идем дальше дальше приехала стопочка таких средних работ ну вот как я их тут нагладила так я вам буду их показывать здесь у меня попадается первая вышивка это набор фирмы dimensions у меня был sunset не помню название ну морское здесь дно рыбки вышивается на аиде 14 камту вот такого нижно-голубого цвета это наборчик был старенький sunset это был подарок помню на youtube одна девушка показывала свои запасы и у нее был этот набор она говорила что он ей разнравился и вот он ей уже не нужен а мне так понравился я так загорелась и попросила продать и девушка мне не продала подарила очень любезно и я с огромным удовольствием приступила к этому дизайну вышивала тоже вышивалась интересно дизайн несложный но очень яркий очень очень интересный столько таких прекрасных рыбок ярких ну вот dimensions умеет конечно делать морские дизайны всяких рыбок я бы еще что-то вышила от dimensions и может быть когда-нибудь соберется у меня такая коллекция посмотрите какие рыбки прекрасные и интересные класс и вот видеть черепашка это как бы тень да вот она где-то плывет и мы видим что тень там вверху далеко плывет черепашка молодцы а вот здесь из кораллов такая вот здесь как азиабринка интересное получилось интересный дизайн основа здесь такая классная обожаю его такие рыбки шикарные так это тоже dimensions но это уже в исполнении магазина клубок желаний увидела этот отшив у светланы горелкиной конечно все раритеты можно увидеть найти на канале у светланы не а так понравился этот дизайн когда я увидела что у девочек он есть я решила его купить тогда было лето не хотелось отпуска мне хотелось в отпуск но отпуска еще не было и я вышивала этот дизайн с мечтами о том что я скоро уйду в отпуск прекрасный прекрасный великолепнейший дизайн вышивается легко много здесь интересных элементов я помню я вышивала вот эту табличку с подсолнухами с таким огромным интересом много бэкстича но все так интересно вышивается у dimensions эти техники сочетания полукрест крест французские узелки и бэкстич гуси они были выполнены немножко с таким с голубым цветом мне почему-то показалось это странным я заменила они мне такие серо-белые но у dimensions тоже не были с голубым цветом вот такие у меня получились гуси неважно гуси они есть гуси такая здесь у нас повозочка тоже она очень интересно вышивалась шьешь-шьешь набор крестиков ничего не понятно но как только прокладываешь бэкстич как все объемно и классно вот это место можно рассматривать бесконечно просто бесконечно посмотрите сколько здесь деталей всяких интересностей хочется залезть туда папа поискать что-нибудь по перебирать вот ведь и распродажа все по 50 долларов что ли табличка вот тут такой вот антик ну домик тут классный что тут и говорить и меньшин сумеет делать все красивые домики показывать ну и работа конечно летняя легкая вышивалась на аиде 14 каунта такого желтенького цвета лимонного можно было заменить на равноверку узнаете практически полная зашивка я решила ничего не менять основы сейчас такие дорогущие что хочется вышивать на том что есть в наборе так наборы недорогие дорогие еще что-то менять конечно же не хочется вот прекрасная вышивка надо бы ее оформить мечты мечты так это работа этого года тоже дизайн дименшинс но тоже сборка от клубка желаний потому что данный дизайн снятка с производства давно я мечтала его вышить у меня схема была скачена ну как-то я увидела что есть набор решила вышить по набору потому что так проще все уже в комплекте и ты не мучаешь себя сомнениями правильно ты сделал неправильно ты подобрал так уже вышел и вышел тем более что у девочек всегда есть отшивы и можно посмотреть что в итоге получится но получилось великолепно я думаю что это работа работа года она наверно будет самой любимой работой этого года хотела сразу оформить ну как всегда у меня одни мечты об оформлении но в жизни идут другие дела как бы текущие да которые требуют внимания и оформления так как это уже не самое важное уходит на какой-то такой план на потом ну в этом году все-таки у меня были и оформления мне удалось оформить и хорошо оформить несколько работ ну ведь хочется оформлять каждую работу смотришь и думаешь как бы она классно смотрелась в оформлении но пока рулон рулон работа прекрасно вышивается очень легко девочки как легко вышивается это конечно же одно удовольствие даже бэксти здесь вышивается легко и просто здесь нет каких-то сложностей цвета подобраны великолепно каждую часто когда вышиваешь наслаждаешься ты вас и гранатами магнолий я обещала вам показать деревья магнолий у нас они есть но они пока еще не цветут там только вот эти бутоны собираются на цвести они наверное будут через месяц может быть через два ну там ближе к весне я поглядываю как только они начнут цвести вот эти бутоны начнут раскрываться я обязательно вам сделаю видео покажу деревья магнолий это огромное окно огромные деревья на самом деле с такими красивыми цветами все прекрасно в этом дизайне все вышивается легко с исключением вот фон фон меня конечно утомлял потому что ну такая однообразная работа ее здесь много я сначала хотела не вышивать он ну понимаю что фон конечно же создает вот этот объем помогает подчеркнуть цвета конечно же нужно было его вышивать и вышила все вышила покажу чуть поближе чтобы вы порассматривали всю эту красоту девочки вышивайте вышивать эту магнолий она такая вкусная такая красивая просто великолепно такой интерьерный дизайн любую квартиру подойдет любую здесь можно и белую рамку и коричневую какую захотите будет смотреться просто великолепно не хочется мне отрываться от этой магнолий переходить к другим работам поэтому магнолия уходит а здесь у нас тоже дименшенс коты работа какого года уже не помню восемнадцатого девятнадцатого наверное девятнадцатого года в девятнадцатом году я ее довышивала оригинальный набор фирмы дименшенс не гол коллекция обычная коллекция кто за кем наблюдает всем известные коты ну это тоже такая классная работа такой интересный дизайн можно петь дифирамбы бесконечно конечно же дименшенс о каждом дизайне гол коллекция не гол коллекция все равно все очень продумано все красиво объемно интересно что мне нравится в этой работе мне нравится сочетание основы да грей и вот то что за окном вот так вот просто пол крестом проработан пейзаж какие-то елки мы видим зима в любом случае очень интерьерно все это смотрится скворечник с кучей-кучей птичек посмотрите как он большой скворечник на много как бы домиков такой интересный ну и коты конечно же с огромным интересом наблюдают за всеми этими птичками ну а птички наверное не наблюдают за котами совершенно они заняты своими делами вот и коты так сильно увлеклись наблюдением за птицами что они даже не заметили вот эту мышку которая здесь рядышком совершенно бегает и занимается тоже своими делами да великолепная великолепная работа вышивается легко здесь много полукреста есть бэкстич но он несложный поверьте здесь бэкстич совершенно несложный совершенно вот такая красивая работа обожаю этих котов просто обожаю ну Dimensions да молодцы а это работа ланс вид у меня пока только одна работа вышита от ланс вид дизайн детский но вышивка очень серьезная здесь много цветов используется очень сложный бэкстич много элементов это работа дизайн так сказать для уже опытных рукодельниц потому что неопытные могут конечно не справиться с этой вышивкой тем более на темной основе тем более здесь по-моему 16-й какой здесь каунт плохо сейчас видно по-моему 16-й ну не 14-й точно в общем здесь нужно потрудиться но знаете я эту работу очень люблю она такая такая волшебная можно ее рассматривать бесконечно все отлично проработано и к этой работе у меня есть и второй дизайн ну я считаю парный там тоже два зайчика с тортиком сидят там у них день рождения все я порываюсь вышить этот дизайн тоже второй набор ну знаете столько всего хочется вышить хватаешься то за то то за другое на все времени не хватает поэтому эта вышивка пока ждет своей пары вот так приятно ее открыть и посмотреть давайте я покажу поближе это конечно волшебство это волшебство ланцвит молодцы у них есть наборы которые знаете вот они так хорошо проработаны что это классика это навсегда мне очень нравится этот фонарь сжучку он такой сердитый получился у меня какой-то обиженный ему приходится сидеть на контроле все спят а он один сидит такой вот эта веточка красивая великолепно правда даже не верится что это сделала я молодец я молодец идем дальше это у нас риолис оригинальный набор материнская любовь вышивка шерстью работа простая работа эффектная очень красивая не оформлена потому что ждет обязательно пару поцелуй которые в этом году я начала но к сожалению он у меня пока на начальном этапе и вышиваться будет в следующем году но обязательно эти работы обязательно буду я их оформлять я уже даже знаю как куда повешу мне нравятся эти разработки и нравится то как все разработала разработала фирма риолис само тело девушки вышивается конечно легко и просто монотонная работа один одним цветом все зашивается ну а в волосах конечно нужно будет потрудиться если кто-то хочет вышивать вот посмотрите здесь много разных цветов и они часто меняются прекрасно придумано украшение бисером все блестит так можно поиграться волосах конечно здесь такой космос такая большая работа но она несложная обязательно вышиваете шерстью приятно вышивать и она смотрится очень эффектно а это дизайн фирмы панны подушки 4 стихии в данном случае здесь у меня ветер у панны каждый год выходят дизайны которые достойны внимания очень интересные очень оригинальные вот в частности эти подушки но это старые уже дизайны они уже сняты с производства я знаю что после моего отшива девочки стали активно искать и их уже сложно найти если кто-то находит обязательно покупайте это что-то не передать словами это такой восторг настолько это все вышивалось на одном дыхании я даже вам не могу передать словами прекрасно все разработано мне нравится здесь и вот этот квадратный бэкстич сам круг как все придумано и стилистика здесь у нас стихия ветер вот такой вот греческий не знаю бок полубок дует в рог и надувает ветер подгоняет кораблик цвета прекрасно подобранные ну и вот стилистика ну просто великолепно и отшивается так интересно так вкусно я помню шила ой прям не оторваться у меня все четыре набора есть два вышитые два еще ждут хотела в этом году их вышивать но в этом году не получилось год сложный и столько всего поэтому перейдет на двадцать первый год планы вышить еще два круга вот сразу покажу вам и второй чтобы они вместе здесь были вот вышивала первый вот этот огонь здесь тоже у нас такой греческий спартанец наверное он в латах со щитом у него здесь феникс там вулкан такие клубы пыли здесь все в огне в лаве ну огонь такой марс не знаю кто это ну такой классный классный дизайн шикарный круг я хотела оформлять все в подушке как и предлагал производитель муж когда увидел эти круги говорит какие подушки это картины это что смотри какая здесь красота невероятная ну и конечно я согласна это будет обязательно оформлено все в картины у меня вышито вот две стихии здесь у меня ветер и огонь нужно вышивать воду и землю там девушки здесь как бы мужчины да там будут девушки есть у меня оригинальные наборы и я конечно же в следующем году обязательно их начну вот прям вот в планы в первую очередь сделаю старт чтобы уже не отвертеться обожаете две вышивки вот они такие красивые если кто-то найдет наборы покупайте вышивайте девочки не пожалеете это великолепные разработки и в этом году панна тоже сделала прекрасные разработки оберег здоровья и богатства тоже очень мне нравится ну хотя бы вот эти преодолеть еще две чтобы оформить дальше уже посмотрим так дальше 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 работа этого года ланарте покупала у нас здесь в Греции попался наборчик по хорошей цене и я его схватила и в этом году быстренько в наших совместных проектах вышила но я здесь сглупила я сразу не померила основу и размер готовой работы я просто начала с центра даже ничего не размечала и стала вышивать и уже потом я поняла что здесь такой огромный кусок основы был положен и я могла работу сместить и у меня остался бы ну просто огромный кусок на различные мелкие вещицы прикладножки здесь у ланарты очень интересная основа это равномерка вот такого покраса с интересного с пятнышками ну не знаю может быть оставить себе такие небольшие края это отрезать тоже можно всего навышивать ну скорее всего я подумаю оставлю здесь по пару сантиметров можно будет оформить и обрежу а вот эти полосочки я оставлю на какие-то мелкие прикладнушки что-то хочется тоже вышить на этой основе что по работе работа вышивалась легко здесь неполная зашивка цветов немного бэкстич такие розочки такой дизайн прекрасный очень теплый нежный ну цвета здесь великолепные что сказать очень люблю эту вышивку и вышивалась она очень легко быстро интересно вот есть еще парный дизайн когда закончится карантин я съезжу в магазин если у них нет то попрошу чтобы они мне его заказали они привозят какие-то наборы на заказ вот видите сколько здесь можно отрезать такие большие поля вот так она должна быть оформленная ее бы в белую раму да с таким паспарту бархатным коричневым и в белую рамочку класс ну нужно вышить второй нужно найти второй дизайн там девчонка тоже с такими цветочками сидит и вместе их потом оформить интерьерные работы ланарта классные обожаю вот такая работа этого года еще одна работа этого года прям финише января вышивала в нашем совместном проекте мои любимые коты 2 начала в 2019 соответственно и в 2020 завершила набор покупала давно это набор фирмы золотое руно на крылечке ой ну что тут сказать вы видите сами она такая яркая такая летняя такая вкусная здесь много солнца и настроения снега воробушки котики лежат себе такие ленивые так как хочется погладить они нежатся на солнышке вот и даже очень лениво наблюдают за воробьями им и так хорошо прекрасная работа отличный акцент вот эти спелые яблочки красные смотрятся на зеленом используется здесь и крест и полукрест бэкстича нет все вышивается просто легко размер большой конечно поэтому нужно потрудиться чтобы все зашить но каких-то таких сложностей нет все все здесь хорошо легко вышивается могу рекомендовать ну вы сами видите какая она яркая какая она классная и как хочется ее оформить вот ну как хочется ее оформить и куда повесить не знаю что буду делать но я ее очень люблю тоже вот так и еще одна работа тоже финиш этого года это моя первая работа вышитая по набору кандамар дизайн здесь у меня напечатанный был фон и по фону вышиваются какие-то элементы немного зашивки но работ тоже много достаточно потому что нужно выискивать все эти участки где что вышивается полукрест много креника бленды бэкстичи вот в елках здесь много было разбросано разноцветных этих полукрестиков ну и конечно горы величественные посмотрите как они блестят здесь много креника не знаю видно не видно наверное света не хватает вот так поиграюсь вот что-то мне кажется блестит вот так вот блестит много креника в этих горах вот такие здесь домики там тоже креник бэкстич лошадки люди ходят видите костры девушка бежит встречает своего мужчину вот такого воина индеец красавец везет добычу наверное кабанчика подстрелил поэтому там у них суетание костер костер разжигают будут готовить кабанчика вот такая интересная работа люблю индейцев и у меня собралась уже коллекция наборов разных схем надо надо вышивать но о планах мы поговорим уже совсем скоро может быть в следующем видео так большие работы завершились есть еще у меня некоторые такие небольшие маленькие работки давайте их посмотрим пришли еще работы если посмотреть хорошо по моем рукодельном шкафчике всегда можно что-то еще найти забывается то одно то другое вот и что я еще нашла есть у меня еще вот такой вышитый сэмплер вышивала в 2018 году хорошо что в сэмплерах есть всегда такие уголочки где можно подписать год и мои инициалы июля папа вот что могу сказать о данном сэмплере я увидела на канале у что-нибудь интересное нахожу я на самом деле не очень люблю вышивать сэмплеры это не мое но иногда хочется иногда хочется разбавить монотонность крестиков и вышить что-нибудь такое легкое воздушное вот эти подсолнухи меня просто влюбили в себя и знаете я вот сразу увидела глаза вот такие огромные побежала в свои запасы искать основу нитки сразу стала все подбирать сразу стала быстренько вышивать ошибок конечно понаделала сразу вот когда вот так спешишь и ошибки появляются ну что делать в принципе работа очень гармонично все здесь красиво какие-то мелкие недочеты это уже мелочи жизни что-то здесь и какие-то стежки нужно было вышивать гладью вышила крестиком знаете такая мелочь уже в целом получилось очень очень классно мне здесь нравится основа цвет сырого льна наверное такой интересный цвет но единственное она неравномерная и здесь у меня вазон получился такой очень широкий подсолнухи тоже такие широкие ну мне нравится я знаете сильно не придираюсь к своим вышивкам вот так получилось тоже может быть ну мне нравится цвета в общем дизайн мне нравится и я на ошибки здесь какие-то не обращаю внимание покажу вам поближе чтобы вы могли оценить сочетание этой основы с вот этими цветами ну прекрасно его бы тоже оформить может быть когда-нибудь мне еще понравились несколько сэмплеров вот именно этого дизайнера я уже не помню имя дизайнера давно вышивала и все вылетело из головы но я помню что я скачала себе две или три схемки этого дизайнера и там есть дизайн с уликами с бабочками что-то тоже такое очень яркое воздушное может быть когда-нибудь доберутся мои ручки и я что-нибудь еще вышлю в пару вот такая красота дальше на такой же основе но другого цвета в этом году я вышивала моих журавлей здесь основу я разместила по-другому и получился дизайн у меня наоборот сжатый вот но тоже симпатично смотрится мне нравится что получилось это набор фирмы чаривна мыть кристал арт подразделение в кристал арт всегда наполняющая такого знаете канон класса там была такая аида очень грубая и нитки здесь не знаю тоже не очень хорошего качества но я ими вышила вот все все я ими вышила справилась в принципе смотрится все хорошо единственно при самой вышивке конечно есть дискомфорт очень я полюбила журавли в этом году и накупила себе разных тоже наборчиков с журавлями и я смотрю дизайнеры в этом году постарались выпустили много разных интересных наборов и хочется вышивать журавлей хотела я в этом году еще на вышивать ну вот как получается девочки как получается время ограниченное руки всего две как говорится что можем мне нравится здесь вот эта рамочка я помню так хотелось повышевать эту рамочку вот эти вот всякие узорчики и в этой рамочке также используются бисер обычный и как он называется ювелирный ну такой маленький вот он в серединочку идет маленький такой маленький бисерочек вот я люблю очень украинские такие дизайнные вот эти хатки беленькие поля луга там какие-то мельницы журавлики ну вот такой вот я люблю очень люблю красота дальше пришли бисерные работы бисером я вышиваю мало но тем не менее иногда хочется я видит видите такая всеядная немножко того нужно немножко сяго нужно всего по чуть-чуть нужно поэтому вот есть чуть-чуть и бисера в этом году вышила икону богородица покрова полная зашивка это набор был радуга бисера здесь у нас бисер чехия прециоза мне очень понравилось здесь такой классный бисер цвета хорошо подобраны вышивала в течение года по чуть-чуть по чуть-чуть и вот за год я ее вышила осилила не могу сказать что бисером вышивать быстрее чем крестиком кто-то говорит что быстрее нет не быстрее ну по крайней мере у меня быстрее не получается и на эту работу я тоже потратила достаточно много времени вот такая красивая икона очень здесь красивые такие узорчики и и цвета красивые бисер сложно сильно показывать постараюсь как-то покрутить вот такая красота икона дальше тоже здесь у меня что бисер чаривна мы частичная вышивка давным-давно мне хотела попробовать я хотела попробовать бисер что это такое и я решила попробовать частичную вышивку от чаривны мыть вот такая вот ракушка точнее у меня их две давайте сразу две буду показывать ой 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 сразу две ракушки мне захотелось попробовать вышивку бисера чаривна мыть покупала давным-давно и потихонечку вышивала вот у нас одна такая ракушка и вот вторая тоже в морской волне в пене да прибоем когда вышел мне результат не очень понравился что-то это я наверное ожидала большего не знаю почему-то у меня пришло какое-то разочарование и работы отложились но вот сейчас я смотрю на эти работы и они мне очень нравятся вот поменялось мое восприятие бывает иногда такое покупаешь набор очень нравится вышел что-то изменилось разонравилось полежали вышивки опять нравится вот сейчас смотрю и я очень оценила эти разработки чаривны мыть если их оформить в такие какие-нибудь белые рамки я примеряла такие они так сильно смотрятся может быть когда-нибудь оформятся пока лежат мне нравится мне здесь все нравится мои ракушечки они мне уже очень нравятся то давно со мной может вспомнить что я жаловалась мне что-то чего-то здесь мне все не нравилось ни подбора бисера все как-то мне казалось не очень а сейчас мне нравится мне все очень нравится вот такие вот работки от чаривны мыть помню вышивала тоже очень долго что-то корпела корпела с этим бисером получилось интересно классно вот вот и еще одна работа от фирмы чаривна мыть такая масштабная это тайная вечеря всем известный сюжет вышивка здесь бисером в технике монастырский шов по-моему если я правильно помню да также здесь есть очень много разных отделочных стежков именно золотой ниткой как это металликом простите заговариваюсь уже вот и работа яркая очень интересная не оформленная потому что некуда будет повесить этой работе нужно достойное как бы место размещения мне некуда повесить и вот она в моем рулоне покажу вам как здесь все красиво бисера чехия предсоза все очень хорошо продумано проработано используются бусины отделка идет металликом рубка по краю идет вот видите чаши крааль все святые все святые Иисус Христос и вот вверху мне очень нравится как проработаны эти арки посмотрите это все металлик лэйзи-дэйзи металликом все это вышивалось непросто медленно как красиво посмотрите видите очень классная разработка рекомендую чарина мыть девочки видите чарин может делать и хорошие наборы у них есть две комплектации есть как у дименшинс типа гол коллекция где там все так вот хорошо и есть кристалл арт где экономные материалы дешевые наборы вот это был набор из такой из коллекции как премиум типа много бисера много материала все хорошо проработано печать холста классно конечно нужно оформлять чтобы холст не портился не было никаких изгибов может быть как-то соберу силами подсобирается какая-то денежка и оформлю может что-то с ютюба соберется и оформлю эту красоту вот это бисерные мои работы покажу вам еще малышки малышки малышек у меня немного но тоже кое-что есть все-таки это работа этого года пана вышивка в технике лонгстич мне понравилось мне очень понравилось вышивать в этой технике журавушка вот такая вот красивая работа здесь аида 14 каунта вот такого мятного цвета такой классный приятный оттенок думаю как оформить пока идеи нет но мне очень нравится то что у меня получилось вышивалась очень легко прямо знаете это такая работа дыхалочка возьмите попробуйте обязательно вот кто любит чего-нибудь пробовать такого попробуйте технику лонгстич у паны прекрасный набор это тоже вот недавнем и финиш кубышка от жарптицы тоже вот недавно вам показывала вот такая красота в принципе легко вышивается единственное бексич здесь очень дробный и на этой основе сложно вышивать но мы с вами уже закаленные рукодельницы мы все можем вот основа не меняла так это у нас работа этого года пионы дизайн дименшинс но у меня был набор от классик дизайн и там были сложности не буду повторяться есть видео вот то что у меня получилось вот с этим подбором я не очень довольна что у меня получилось но я так устала от этой работы что мне хотелось просто завершить и уже убрать и поэтому я не стала ничего уже переделывать в принципе хорошо получилось нормально единственное мне не нравится вот этот цветок крайний вот здесь я что-нибудь бы поменяла но мне пока вот знаете нет настроения может быть когда-нибудь я возьмусь и переделаю если мне уж так так захочется но и в принципе и так тоже смотрится симпатично все-таки цветочки здесь все так хорошо основу красила сама поэтому есть такие разводы краска чая это из старенького меня когда-то просили вышить чаек чтобы принять участие в выставке и ну что смогла на скорую руку вот такого маленького я вышила была оформлена в рамочку ну потом мне это все дело разонравилась в рамке вешать некуда было этот сюжет и я вытащила из рамки и сделаю наверное просто текстильную сумочку у меня еще есть это вышивка была из журнала есть у меня еще несколько дизайнов таких же маленьких тоже там с чайками с какими-то элементами морскими и сделаю два мешочка текстильных я вот сейчас собираю на вышивая то что я хочу оформить в мешочке все отнесу кучей моей девочки пусть она все это оформляет и потом посмотрим что у меня получится так еще одна малышка очень интересная это наборчик был подарок от ой забыла от Валерии Сарычевой да наш блогер она мне подарила этот маленький наборчик от фирмы рукодельные забавы очень интересная фирма у них все так упаковано организовано так прям вкусненько интересненько и дизайны тоже у них все очень оригинальные поэтому если кто-то любит что-то интересненькое я вам рекомендую рукодельные забавы тоже попробовать отличительной особенностью здесь были вот эти вышитые 32 копейки гладью они уже были вышиты на основе и поэтому нужно было отчитывать и начинать вышивку именно от этого элемента здесь вышивалась марка почта СССР 76 год представляете 76 год печать вышивается такие прекрасные нарциссы легко все вышивается интересно вот не оформленные ну думала что оформить наверное сделаю в пинкипы все эти малышки сейчас выберу и оформлю в пинкип пусть меня радует на моем рабочем столе как украшение надо что-то делать а что она лежит в рулоне почему надо оформляться надо вот еще одна малышка которую тоже нужно оформить давно вышивала даже не помню что это было чудесная игла алиса чудесная игла наверное такой ангелочек здесь сердечко бисером вышивалась вот такие тоже на шапочки бисериночки вышла на аиде сейчас наверное бы заменила на что-то более нежное на линду какой-то лен ну вот тогда вышелся было очень интересно его вышить этого хорошенького такого ангелочка наверное надо сделать тоже пинки вот может сделаю следующую неделю пинкипов оформляшек маленьких но тоже приятно дальше любимые петухи и курицы набор фирмы Dimensions вот такой вот непростой оригинальный напечатанный фон потом здесь напечатанные крестики были вышивались петушки крестиком гладью стейм стич лэйзи дэйзи что еще ну баксич понятно французские узелки в общем всякие-всякие вот эти техники здесь присутствуют чтобы можно было попробовать получиться но вышивается он легко быстро я обожаю этих петушков просто хотела оформить в рамку но по всей видимости придется в пинкип чтобы уже их видеть на своем рабочем столе ну и в пару ну конечно же мои любимые корочки я их просто обожаю этих корочек такие красивые подружки сидят пьют чай губы накрашенные в бусинах в сережками с бусами такие красивые вот подружки ну какой красивый дизайн обожаю этих корочек кстати это это дизайн стоит у меня на моем канале как заглавная картинка вот такие подружки корочки вот так они вместе должны смотреться надо надо оформлять ну что еще здесь ну вот такой вот еще дизайн тоже нужно его оформить это я уберу я тут делала надпись сделаю тоже какой-нибудь пинкипчик какой-нибудь штучку что-то придумаю не знаю что за дизайн нашла в интернете мне понравился такой новогодний два зайчика здесь хорошеньких класс елочка ну в общем нужно будет его оформить тоже что-то сделать так что еще у меня тут есть из малышей а есть у меня тут такая корзиночка уже пристроилась так это у нас не вышивка это у нас нитка с иголкой так покажу вам во-первых кота вышивала в прошлом году кот очень классный знатный игрушка такая у меня здесь сделано видите вышивалась все здесь очень легко ну что тут вышивать такой синий сюжет листочки желуди мордочка две пуговки вот все хорошо единственная была проблема со сборкой вышивала на линде двадцать седьмого каунта черного цвета наверное гамма и при сборке я не рассчитала того момента что линда сыпется и когда я стала сшивать у меня стала она очень-очень сильно сыпаться нужно было наверное ее на флизелин либо проклеить ну так как я не швея и не знаю как работать с материалами сборка у меня получилась здесь очень такая корявенькая ну я уже решила ничего не исправлять как шился так шился мой первый опыт ладно уже буду иметь ввиду привязала ему здесь пантик такой и этот кот у меня сидит постоянно на моем рабочем столе поэтому немножко даже припылился вот но он мне нравится он очень такой настроенческий и видео часто он мелькает и вот сейчас он сидит в этой корзинке а в этой корзинке еще у меня из маленьких таких моих вещей игрушек прикладнушек есть вот такая вот без корнюшечка это дизайн из интернета нашла и вышила подбором просто вот на глаз подобрала быстренько ниточки какие у меня там были вот не по ключу а сама на глаз вот у меня так получилось такие бабочки бусинку здесь нашла пришила просто обычные бусинки так с обратной стороны вот дальше это у меня риолис это по набору очень классная тоже такая без корнюшка я ее обожаю молодцы риолис красивая разработка она такая яркая сочная классная вот такая у меня еще есть без корнюшка получилась большая я наверное оставила большой отступ нужно было больше собрать по краю и это у нас был наборчик черевной мыть по-моему если я не ошибаюсь и там на картинке не было бисера но в наборе был бисер я решила пришить но если сделать без бисера сделать поменьше будет конечно она такая попышнее данный наборчик мне очень сильно понравился из-за вот этой пуговки в наборчике была пуговка вот это божья коровка ну и сама без корнюшка получилась очень ну она такая яркая солнечная мне получилась не тыковка а цветочек ну как то так у меня получилось я ее уже стирала потому что все что находится на моем столе очень сильно пылится я говорила что у нас здесь много пыли не знаю наверное греческая проблема очень-очень много пыли вот и я ее уже стирала поэтому она у меня получилась наверное таким цветочком больше с обратной стороны вот у меня здесь нитки потекли даже я и не заметила с обратной стороны вот такая тканюшка и пуговка здесь пришита чтобы закрыть соединение нитей ну вот только сейчас заметила что полиняла ниточка наверное при стирке ну ладно здесь такой задничек ничего в принципе страшного а здесь с лицевой стороны вот так вот такие мои здесь игрушки прикладнушки так делаю маленькую паузу делаю ревизию нужно посмотреть что я забыла что не забыла ну и чуть не забыла про мои наволочки здесь же тоже вышивка это набор фирмы дом и крафт был оригинальный набор вышивала очень давно или 13 или 14 год я уже не помню вот такая у меня вышивка мне нравятся вышивки которые по кругу сделаны вышивала в три ниточки аида здесь наверное 10 каунта это не 14 10 каунт при стирке что-то у меня здесь какие-то нитки потекли но внесут сейчас вышивка оформлена в наволочку большого размера 50 на 50 сантиметров я люблю такие подушки большие чтобы они были хорошо набиты такие пушистые мягкие и наряжаю я мои подушки вот именно ближе к новому году зимой для создания интерьера в этом году у меня вообще много подушек поэтому я не знаю буду я наряжать или нет чтобы на них сильно не валялись ну наверное наряжу чуть-чуть попозже обязательно наряжу вот такая есть подушка и так и вот такие две недавно вам показывала по моему все эти подушки но раз у меня видео о моих всех вышитых работах еще раз покажу тоже вышивала их давно наверное четырнадцатый год либо тринадцатый либо четырнадцатый год мне захотелось вышить снегирей схему нашла в интернете делала подбор из того что у меня было из материалов которые у меня были из ниточек поэтому здесь грубый подбор такой ну это тоже моя история вышивалась в принципе мне эти дизайны нравятся оформлены они в подушки тоже большие 50 на 50 сантиметров смотрятся интерьерно смотрятся очень хорошо для подушек такие дизайны хорошо подходят и здесь я их истирала и в общем эти наволочки очень хорошо эксплуатируются и ниточки все хорошо выдерживают удерживают все эти стирки иглашки ничего с ними не случается вот смотрю да конечно очень грубые переходы по цветам но вот такая у меня вышивка снегирей с рябиной и снегирей с шишками вот все равно я люблю эти вышивки нравятся мне эти наволочки они очень яркие очень классные здесь видите как сделано тоже вот интересно сделано чтобы вышивку увеличить да потому что вышивка маленькая если оформлять подушку саму вышивку как маленькую вышивку то будет такая маленькая подушечка здесь ткани сделаны такой паспарту сантиметров пять-шесть и еще отступ вот здесь пять-шесть сантиметров получается вот такая интересная очень яркая подушка и они вот так вот у меня в паре обычно стоят две вот эти оранжевые яркие подушки огонечки создать создают нам хорошее такое зимнее настроение ну что это все мои вышиты не оформленные работы почти все потому что есть конечно же работы которые я подарила их немного около пяти штук я подарила вот ну а в принципе это все мои работы я недавно снимала видео показывала оформленные работы ссылку конечно я оставлю ну и в этом видео я завершаю на сегодня на 2020 год показ о моих всех вышитых работах здесь вышитые не оформленные работы вот такая у меня коллекция каждую работу очень люблю надеюсь что когда-нибудь у меня действительно будет рукодельная комната и я смогу там вешать их менять композиции любоваться моими вышивками каждая вышивка несет частичку каких-то воспоминаний каких-то ассоциаций это мой труд это мое хобби и мое хорошее настроение я надеюсь вы тоже хорошо провели время повышивали вдохновились на этом у меня все до новых встреч всем пока пока и и и и и и и